Приказ о приведении подразделения полиции в повышенную готовность отдал замминистра внутренних дел страны. Согласно документу, полицейские обязаны проверять свою подответственную территорию каждые 30 минут. Также принято решение об усилении мер безопасности на всех массовых мероприятиях и спортивных состязаниях. Итак, какие меры безопасности приняты в Дагестане, расскажет наш корреспондент Севрина Шамхалова. В Дагестане сейчас усилена работа по контролю на объектах промышленности, энергетики, в школах, детских садах, в торговых центрах республики. Круглосуточно ведется наблюдение. Проверки проходят и на общественном транспорте. На улицах Махачкалы работают сотрудники ДПС и ППС. Подозрительные машины останавливают, проверяют документы. Аэропорт Махачкалы уже давно работает в очень жестком режиме готовности, но несмотря на это предприняты новые шаги. В разы увеличено количество сотрудников авиационной безопасности, усилен контроль мест стоянок общественного транспорта, такси и личных автомобилей с целью недопущения парковки ближе 50 метров от здания аэропорта. Пассажиров просят приезжать на аэровокзалы как можно раньше для проведения тщательной проверки. Особое внимание уделяют предполетному досмотру ручной клади и багажа пассажиров. Кроме этого, в самом аэропорту каждые 10 минут звучат объявления о том, чтобы пассажиры были внимательны и вовремя сообщали о подозрительных объектах. Все пассажиры у нас находятся в одинаковых условиях. И багаж, который находится при нем, и ручная кладь. Досматриваются тщательно. Если у нас возникают какие-то дополнительные вопросы к этому пассажиру, производится личный досмотр пассажиров. Для этого у нас выделена комната личного досмотра, но это в соответствии с действующим законодательством. И пассажиры его тоже мы досматриваем в полном объеме. Антитеррористическая работа идет и во всех учебных заведениях республики. Это не только проверки со школьниками, студентами. Сотрудники полиции проводят так называемые антитеррористические уроки. В основном беседы о повышении бдительности на улицах и в интернете, в социальных сетях. А также инструктаж о том, как нужно вести себя, если возникла террористическая угроза. В Махачкале работает Центр примирения и согласия. Туда может обратиться любой желающий и сообщить о попытках вербовки молодежи экстремистами. Конфиденциальность гарантируется. Севрина Шамхалова, Магомед Шахбанов. Время новостей.